Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Юрия и Лариса Ивановы Live. И сегодня мы на кухне нашей дочери готовим вот такое блюдо. Называется по-английски оно вот так. Я прочитать вам не смогу. Давай я прочитаю. Poison Sriracha Meatballs. А по-русски у нас будут фрикадельки с жасминовым рисом и с вот такими бантиками из морковки. Короче, котлеты с кашей. Ну, красиво же, как подано-то. Название-то какое. И для этого блюда мы приготовили фарш, морковь, лук, панко. Панко это сухари. Как это называется? Уже сама забывать стала. Сухари, короче, которые обжаривают все. Имбирь, красный перец, корица. Это специальный соус. Вот так вот он называется. Не знаю, есть ли он в России. Вообще ни разу не видела. Ну, терияки. Это терияки, но просто тут именно мушу. Дело в том, что он слаще, чем терияки. Терияки острые. Да, этот немного слаще. Нет, терияки не висел, строй разные же бывают. А, терияки. Я с сирачей использую. Да, с сирача тоже нам нужна. С сирача нам тоже нужна. Мед нам нужен. Мы будем мариновать морковь в меде немножко. Так, что нам нужен? Кунжут, соль, черный перец. По-моему, перечислила все. Рис я уже отварила. Такой он у меня. Зернышко к зернышку. Сейчас мы будем вместе с Наташей это готовить. Потому что мама, в принципе, не знает, как это начислить. А, кстати, нам еще нужен будет соус. Сок лайма. Сок лайма. Да? Ага. Вот. Сейчас мы что должны для начала сделать? Приготовить фарш для фрикаделек. Количество ингредиентов на одну порцию. А порция для четверых человек мы вам напишем под видео. А сейчас мы будем готовить, приспособим к себе. Да, так как нам надо это делать. И поэтому мы вам не будем говорить, сколько конкретно мы чего кладем. У нас вот мы взяли луковицу. Сейчас мы ее измельчим для того, чтобы положить ее в фарш. Желательно лук измельчить как можно мельче. Очень-очень мелкий. Измельчила лук, добавляю в фарш. Теперь мне нужно взять, смешать вот эти вот специи вместе с сухарями. Нет. Панировочные. Просто специи вместе. Просто специи. Да, в принципе, без разницы. Ну, лучше специи вместе смешать сначала. Давай. У нас экспромтом все. Ты первый раз готовишь. Я сама еще не понимаю, что я готовлю. Мы с тобой готовили. Я просто так на подхвате была. Я имею в виду... Ну, соль не обязательно это смешивать. Соль можно потом посолить. Да, я смешаю, что... Ложку соли нормально, чайную сюда добавлю. Чайную ложку соли, мне кажется, это мало. И черного перца сюда добавлю. Что-то не сыпется. Да, там уже конец его. Прям такой свеженький вообще запах. Ну, его видно прям. Такое ощущение как будто... Прям на каком расстоянии уже тут 40 сантиметров и ощущаю его запах. Так, специи ссыпала. Теперь сюда еще соль добавлю. И эти тоже же сюда, да, сухарейте? Да, сухари туда же. Ну, ты их же тоже перемешивать надо. Сейчас я их высыпаю тоже. Фарш. Можно руками размешать? Кто тебя останавливает? Ну, ты тут в перчатки бегала. Я мыть руки потом не люблю. Поэтому я беру перчатки. А у меня перчатки, сама знаешь, какие. Ну, я бы взяла твои перчатки, но они очень маленькие. Доча купила упаковку перчаток, но они очень-очень мелкие. Потом туда нужно еще сирача добавить. Прям сейчас, чтобы это готовить? Здорово. Да, сбрызни сколько посчитаешь нужным. Ой, у нас же Алекс. Ну, все, фрикадельки делаются, процесс пошел. Так, мы смазали формочку. Я беру примерно ложку. Да? Да. Да, кстати, я хотела сказать, все рецепты, которые мы делаем, даже у меня в доме, может быть, кому-то кажется, они, не знаю, заморскими или выпендрежными, но всю эту еду мы едим. Мы не просто так делаем, потом в ведро выбрасываем, мы все-все-все съедаем. Ничего не было еще, чтобы мы не съели, согласись? Да. Мы же... Ну, ты же их уже готовила и сама кушала. Ну, естественно, я знаю, что мне нравится. Я это и показываю. В том-то и дело. Я тут как-то нашла в рецепте суп. Доча говорит, нет, мам, давай это не делать, это тебе не понравится. Первый день котлеты, второй день фрикадельки, третий день фарш. И все из мяса. Без мяса приготовь. Внук садится за соло и говорит, а где мясо здесь? Девочки, я тут пришла на кухню готовить. Доча говорит, мама, иди переодевайся. Мы снимаем видео. Доча мне тут, понимаете ли, жилетку прикупила. Она не любит, когда я тут на поясницу себе наматываю всякие шарфики. Все, фрикадельки я сготовила. Сейчас их налепила, вернее, ставлю в духовку. Да, температура, сколько это по... 425 по Фаренгейту, надо посчитать. Вот только я сварила рис, смотрите, зернышко к зернышку. Да, очень вкусно, я попробовала, кстати. И сейчас я время выставлю, подожди, я поставлю 15 минут. Ну что, девчонки, представляете, купила же я вот такую вот штуку себе. Ну тут, собственно говоря, и показано, что это для кабачков только. Тут же морковка не нарисована. Нет, ну... Хотя вот есть морковь. Вот морковь. Да, но морковь должна быть толстая, а здесь тоненькая какая-то. И знаете, я вот как песочные часы. Тут 4 разные насадки, кстати. И самое интересное, что здесь вот рецептики такие были. Я доча говорю, давай приготовим для девочек, покажем. Это как спагетти из кабачка. Вот, это все для кабачка. Но интересно, что здесь показаны potato pancakes. То есть, как мы, драники, да, это панкейки из картофеля. В общем, забраковали мы эту штучку. И что вы думаете, будем делать мы? Картофеля чисткой будем вот так вот нарезать. В общем, от размера фрикаделек ваших зависит. И время от размера фрикаделек. Да, у нас 14 минут заняло. Видите, какие они у нас большие. Поэтому 14 минут. Ну все, мы их вытащили, они тут чуть-чуть постоят, а мы потом смажем их. Морковь вот какая у нас получилась. Мы вдвоем, короче, ее стригли, надо сказать. Стригли, да. Очень тяжелый процесс был, конечно. Не понравится вам, делайте, как вам нравится. В общем, солите по вкусу. Ой-ой, все, хватит уже, господи. Так, по вкусу солите. Теперь перемешиваем с солью, да? Ну и как? Ну, попробуй. Да я тебе верю. Так, теперь сок лайма, да? Так, сок лайма мы налили. Теперь немножко оливкового масла. Так, кашу маслом не испортишь, хватит. И мертв, да? Да. Так, все перемешиваем, да? Перец не надо черный? Перец, перец тоже надо, да. Смотрю, кунжут. Нет, кунжут не надо. Так, что тут у нас? Что-то мы быстро его как-то съели. Ну, еще, да, возьми перца. Маловато перца, мне кажется. Ой, запашочек. Все промешать надо. И сразу морковка начала сок выделять. Посолили. Выглядит аппетитно на камере. Ну, красивая, яркая. Да, яркая такая, интересно порезанная. Как будто, знаешь, лапша. Только оранжевого цвета. Надо нам для морковки гаджет какой-то, чтобы... Да не говори, чтобы вот так резать без проблем. Наташ, назови, как этот соус-то называется, в котором... Вот это терияки или хозин соус. Так, терияки или хозин. Сюда надо нам сирачу добавить. Ну, так как сирачу... А сюда я в ложку. Острая. Ну, я уж, чтобы это немножко соблюдать. Так, я поменьше. Теперь нужно сюда две столовые ложки воды. Ну, вернее, я не буду вам говорить, что сюда нужно, потому как мы напишем. Так. Мам, добавь еще сирачи. Мы Алексу оставим отдельные фрикадельки. Хорошо. Не будем мазать ему, да? Нет. Дочь, хватит. Да, хватит, конечно. Они будут острые. Это надо будет фрикадельки этим смазать. Так, сейчас нам нужно сюда добавить еще меда. Вау. Отлично. И сока лайма. И все. Вот этой вот смесью, то, что сейчас перемешать, нужно посыпать фрикадельки. Ой, посыпать. А помазать. Обмазать, обмазать фрикадельки. В общем, поливаем соусом. Наверное, их надо убрать вообще, чтобы они... Как я хотела сказать. Чтобы, да, туда даже соус, это потому что он очень острый. А мы, кстати, готовность фрикаделек проверили вот этим прибором. Термометром. Мы на 5 минут сейчас в духовку ставим. Итак, фрикадельки готовы. Сейчас мы тарелку наберем. Ням-ням-ням. Пахнут они обалденно. Сейчас мы будем это все пробовать. Итак, блюдо наше готово. Вот так вот вкусно оно выглядит. Посыпали все кунжутом. Лаймы положили. Еще можно было бы было зеленым луком, но... Ну, нету. Ну, вот и все. Все. Приятного аппетита всем!